хотим ответить на ваш вопрос по поводу дезинфекции всех попадающих к нам в дом предметов продуктов питания пачек с соком молоком и так далее расскажи пожалуйста каким образом нужно не нужно дезинфицировать если вы хотите гарантированной защиты то нужно то есть этот курьер прошел через 30 домов перед вами на него чихнули 20 жители помогайте что у него на руках следы остатки вируса чьи-то маленькие капельки слюны с миллионами вирусных частей а еще могли быть на складе люди больные которые собирали ну то есть есть какой-то шанс что вирусные частицы остались у него на руках и он перенеся к вам упаковку даже если он не заходил к вам дома не чихал вам лицо может оставить вирусы на упаковке конечно есть вероятность того что и сами яблоки в упаковке тоже следут несут на себе вирусные частицы поэтому и упаковки нужно мыть чем дальше или чем глубже в упаковку тем меньше это вероятность но поэтому если стараться защититься от всего то по возможности упаковку аккуратно распаковать не трогая содержимое вытряхнуть на стол упаковку аккуратно скомкать заснуть мусорный пакет и выбросить руки помыть получили бы такие вот яблоки прежде чем его съесть я его обязательно помоем есть два способа дезинфекции физически когда вирусные частицы ну и вообще вредоносные агенты просто смываются это делается обычным поверхностно активными веществами мылом шампунем моющим средством в принципе это значительно уменьшать в десятки раз уменьшает количество загрязнений на поверхности достаточно просто заснуть под теплую струю теплой воды помыть с мылом или моющим средством это один способ второй способ физико-химический назовем его так чехи но физически по сути своей это дезинфекция на базе спирта спирт действует как случае бактерий он действует как с одной стороны как физический агент среди спирта резко меняется условия существования клетки за счет астматических явлений осматических не астматических вода из цитоплазмы быстро диффундирует через поверхности мембраны в окружающую областью в которой находится спирт спирт свою очередь диффундируют внутрь мембраны внутрь клетки нарушая химию и клетка буквально за несколько секунд погибают в какой-то степени это справедливые для вирусов то есть если вирус поместить в спирт с концентрации речь от обыкиловым или запропилом спирте с концентрации не менее 80 процентов то белок динатурируются и теряет способность обратно собраться в вирусную действующую активную вирусную частицу но для этого нужно несколько условий первое про крепость спирта должна быть не менее 80 процентов брызгать на все подряд с туалетной водой с которой 30 процентов спирта абсолютно бесполезно и водкой тоже тогда абсолютно бесполезно это действительно должен быть крепкий спирт брызгать издалека так что на поверхность например яблоко попадут отдельные капли тоже абсолютно бесполезно потому что между ними останутся нетронутые вирусные частицы то есть пленка пленка дезинфицирующего средства должна полностью покрыть то есть нужно очень много спирта ну очень не очень но вы должны видеть что поверхность блестящая от этого спирта иначе это бесполезно если вы убьете половину вирусных частиц остальные остальных частиц вам хватит за глаза чтобы заболеть поэтому в состав дезинфицирующего средства санитайзера ходят несколько компаний во первых просто спирт петиловый или изобропиловый не меньше 80 процентов также в остальное 20 процентов это почти полностью вода и немножко глицерина для того чтобы удержать загустить и удержать пленку иногда добавляют версии активные вещества малюсь маленькая капелька шампуня такая смесь покрывает обрабатываю просто сплошной пленкой достаточно но несколько секунд чтобы вирусные частицы дезактивируют то есть нужно не сразу смывать оставить на несколько секунд хотя бы потом смыть полноценная дезинфекция выглядит так побрызгать дезинфицирующим средством в случае спирта 80 процентов раствор спирта 1 процент глицерина 10 процентов активного вещества может быть отдушка еще что-нибудь подождать секунд десять можно смыть остатки это вот полноценная дезинфекция все остальные вещи типа побрызгать в сторону пакетика крупными каплями из парфюмерной брызгалки в общем то бесполезно это больше для вашего успокоения но и есть химические дезинфицирующие средства на базе с активных соединений хлора активного кислорода это разные вещи с типа раствора хлора хлорамина хлоргексидин хлоргексидин мирамистин и прочее как они взаимодействуют с вирусами честно скажу вот всякие химические типа хлоргексидина а вот очки на основании соединений хлора и активного кислорода эти гарантированно убивают все что угодно но опять-таки те же правила редкие капли нанесенные на поверхность большими просветами убьют только те места где куда они попали на остальных местах вирус останется вирусная частица попавшая в организм далеко не всегда приведет заражение то есть начальная доза вирусов которые приведут к возникновению болезни она довольно на заметное то есть это не единицы и в во всем количестве его если вы получили в организм вирусов большая часть из них будет ликвидирована на самом входе и только небольшая часть может достичь собственно чувствительных мест которых они смогут размножаться по поводу карантина пару слов многие возмещаются что нельзя куда-то выйти ходят ночами гуляют для чего он введен он введен чтобы уменьшить мгновенное количество зараженных мы все сели дома на две недели и не выходили из дома не общались друг другу то вирус бы сдох он как горячая картошка которую можно держать только подбрасывая из руки в руку может существовать только переходя от человека к человеку если он уселся на одном человеке пытается его сажать человек выздоравливает иммунная система побеждает вирус и вирус в конкретном человеке погибает и только перемещаясь от одного к другому за счет наших контактов он и может существовать если вы все сядем вот весь раз весь мир сядет на две недели и все вирус ищет полностью но мы к сожалению не можем это реализовать полностью поэтому пытаемся просто замедлить его распространения это с одной стороны уменьшить количество заболевших не сильно но уменьшат с другой стороны замедлит распространение вирусов и не будет катастрофического сценария катастрофический Сценарий состоит в том, что каждый, условно говоря, третий, пятый болен, все лежат пластом, некому ухаживать, мрут как мухи, скорая не приезжает, больницы переполнены. Потому что врачи тоже болены. Потому что врачи больные, потому что больницы перегружены на 300%, потому что даже в коридоре некуда положить больных. Вот такой сценарий, ну или близкий к нему, мы можем видеть в Италии. Вы хотите, чтобы было так? Если не хотите, то лучше сидите дома. И, по крайней мере, если вы и заболеете, то вы заболеете не сейчас, а через месяц, через два, через три. И к этому моменту в больнице будут места. К этому моменту врачи уже научатся нормально лечить. К этому моменту может появиться вакцина или сыворотка. Ну, потому что уже выздоравливают люди, это значит, что уже что-то придумали, по крайней мере. Ну, скажем так, пока действенных лекарств нету, но они появятся, гарантированно появятся. Потому что разумное человечество все-таки движется в положительную сторону. Хочется, чтобы вы тоже в этом деле участвовали, как разумное человечество. По поводу детей тоже стали, к сожалению, умирать дети, да? А мы думали, что только, многие думали, что только на пожилых людей с осложнениями, проблемами с легкими, сердцем. А тут оказывается, что дети тоже. Ну, не совсем так. То есть, все с человеком связанные, со здоровьем связанные, с функционированием биологии вещи, они статистические. То есть, в среднем проблем у стариков на порядок больше, чем у детей. Но всегда остается вероятность неблагополучного сочетания обстоятельств. То есть, всякие хронически врожденные у детей тоже болезни. То есть, ребенок с астмой, с легочными проблемами, с сердечной недостаточностью, с диабетом, с проблемами, любыми проблемами, прежде всего с легкими, имеет значительно больший риск при заражении этим вирусом. Поэтому, ну, бывают неудачные сочетания обстоятельств. Ну, честно говоря, люди умирают от самых разных болезней и от простого гриппа тоже. Почему запрещают гулять на пустой площадке одному человеку, например? Ну, наверное, на пустой площадке одному человеку бессмысленно запрещать гулять. Но у нас же как, разрешишь гулять одному, сразу набегут мамаши. А еще они трогают все предметы, которые на площадке, потом в нос, в рот. Он чихнул на игрушку, которая лежит на площадке, он погулял, ушел домой. Через 10 минут вышел другой детеныш, засунул эту игрушку в рот. То есть мы просто пытаемся объяснить вам, почему не стоит все-таки вылезать с детьми на общие площадки, если это не площадка около вашего дома, да, то есть я имею в виду личная, на отдельной территории вашего частного дома. Тогда да, гуляйте на здоровье, когда к вам никто чужой не приходит. Гостей тоже, наверное, пока они лучше по возможности не принимать. Что делать людям, которые вынуждены выйти на работу? Ну, не кашлять, не чихать в сторону друг друга. По возможности не прикасаться друг к другу, не прикасаться к предметам, которые трогали другие. То есть в перчаточках лучше, да? Интересное применение туалетной бумаги. Почему китайцы скупили туалетную бумагу? Они отрывали по листочку и ею... Открывали двери. Открывали двери, тут же выбрасывая, нажимали на кнопку лифта. Может быть, имеет смысл у нас с собой носить какой-то, да, действительно, рулон, да, бумаги? Может быть, это гарантированно защищает, хотя непонятно, какой при этом вокруг будет, какие кучи мусора образуются вокруг. Но в любом случае, вы проехались в лифте, открыли ручку двери подъезда, вы проехались в троллейбусе, не лезьте руками в лицо. Если вы приехали на работу, помойте руки 2-3 раза с мылом, плотно, как будто вы готовитесь к хирургической операции. Вот это в разы снижает, возможно, скажем так, вирусную нагрузку, то есть количество вирусов, которые к вам попадут. Вы никогда не можете гарантировать 100% защиту. Ну, естественно. Но вот такими усилиями вы уменьшаете количество попадающих внутрь потенциально опасных вирусов. Мой хирург, удаление друг от друга, избегание личных телесных контактов, даже через предметы. Все, и соблюдая это, можно с хорошей вероятностью избежать заражения. Спасибо огромное по поводу карантина, по поводу дезинфекции. Я надеюсь, мы ответили на ваши вопросы. Берегите друг друга, берегите себя, не паникуйте. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы.